Вначале было слово А потом появились растения, звери и птицы, и мы Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, друзья! Друзья, я рада приветствовать вас на уроке церковно-славянского языка. Давайте все вместе помолимся Богу и начнем наше занятие. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови! Друзья, мы продолжаем наш разговор о словах на букву УК. И сегодня речь пойдет об одном из самых любимых нами церковных праздников. Сейчас я покажу вам икону. Узнали? Да. Это образ Успения Пресвятой Богородицы. По-церковно-славянски – Успения Пресвятые Богородицы. Великий двунадесятый праздник. Он совершается 15 августа по церковному календарю. Церковь готовится к достойному празднованию Успения Богородицы заранее. Двухнедельным постом в подражании Божьей Матери. Всю жизнь проводившей в молитве и посте. Особенно перед своим Успением. Что же значит само слово «Успение»? Успение. Оно родственное слову «засыпать». Слово «успение» можно объяснить как погружение в сон, засыпание. И оно обозначает мирную кончину, смерть. Значит, мы празднуем День Смерти. Да. И не только Богоматери, но и всех святых. И молитвенно отмечаем Дни Смерти людей, которые умерли с верой в Бога. Ведь умирает только тело, а душа – вечно. И для нее День Смерти Человека является днем встречи с Богом, который есть жизнь. Благочестивые люди всегда помнят об этой грядущей встрече и готовятся к ней. Мы верим в бессмертие души. Поэтому мы называем умерших людей усопшими. Усопшими, то есть заснувшими. Ведь когда-то они воскреснут. А места погребений раньше назывались усыпальницами. Но «успением» называется именно кончина Богородицы. Почему? Потому что это событие особенное. Вот как оно происходило. После вознесения Господа Иисуса Христа, Пресвятая Дева около 20 лет жила в доме апостола Иоанна, который почитал ее и заботился о ней как сын. Ведь сам Господь сказал ему со креста. «Все – мати твоя». То есть «вот матерь твоя». И другие апостолы почитали Божию Матерь и все делали с ее благословения. И вот однажды Пресвятая Богородица молилась на Елеонской горе. Ей явился архангел Гавриил и возвестил, что через три дня ее земная жизнь окончится, и Господь возьмет ее к себе. Божья Матерь стала готовиться к своей кончине – постом и усиленной молитвой. Она желала проститься со всеми апостолами, но они проповедовали христианскую веру в других странах. Однако в день ее кончины апостолы Христовы были чудесным образом собраны в Иерусалиме – все, кроме апостола Фомы. И позже мы увидим, что это не случайно. И вот настал час успения. Комната, где лежала Божья Матерь, озарилась необыкновенным светом, и сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, в божественной славе, явился, чтобы принять ее причистую душу. И Богородица мирно и безболезненно умерла, будто уснула. Апостолы похоронили причистое тело Богоматери в пещере Гефсиманского сада, где покоились тела ее родителей и праведного Иосифа. Вход в пещеру завалили огромным камнем. А на третий день после погребения в Гефсиманию пришел апостол Фома. Он очень печалился, что не успел проститься с Богородицей. И тогда решили открыть пещеру, чтобы Фома мог поклониться причистому телу Богоматери. Но, как удивились апостолы, в гробнице лежала только ее плащаница. Оказывается, друзья, в том, что апостол Фома опоздал к погребению Пресвятой Девы, был особый промысл Божий. Для него открыли гробницу, и все убедились, что Богоматерь была воскрешена Богом и с телом взята на небо. Так вот, почему кончина Пресвятой Богородицы называется успением. Ее смерть была лишь кратким сном, за которым сразу последовало воскрешение и вознесение к Богу. В тот же день собравшиеся на вечерю апостолы услышали ангельское пение и увидели на воздухе Пресвятую Деву в сиянии небесной славы. Она сказала им, «Радуйтесь, я с вами во все дни». И действительно, друзья, Пресвятая Богородица с нами. Она не оставила мир. Она всегда слышит наши молитвы и помогает нам. Но теперь я прощаюсь с вами. Скоро мы увидимся вновь. И дохранят вас Господь и Пресвятая Богородица.